Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Либо Дарнан все оставит как есть и также продолжит быть мастером Франции. Вот. Гроссмейстером продолжит все как есть. Либо провозгласит себя императором. И я провел голосование в сообществе на ютубе. И давайте посмотрим, какой же вариант все-таки победил. На ваших глазах я обновляю страницу нашего ютуб сообщества. И смотрим. 74% проголосовали за то, чтобы Дарнан проразгласил себя новым императором Франции. 21% чтобы папа стал номинальным правителем. Либо 5% Дарнан оставит все как есть. Вот. Поэтому побеждает, конечно же, вариант, где он будет себя провозглашать императором. Вот, собственно говоря, мы его и избираем. Начинайте подготовку к коронации. Гроссмейстер. Гроссмейстер в качестве императора. Окей, давайте. Это будет очень, я думаю, интересно. Но тут можно немножко прокачать нашу доктрину авиационную. Почему бы и нет. Морская прокачанная. Вот это именно не вся, а спецосрядов, конечно же, не морская. Вот, непрерывное наступление. Давайте полностью прокачаем нашу доктрину армейскую. Ну, в принципе, флот тоже можем прокачать. Вот, вот так вот. Ну, все. Желаю вам приятного просмотра. А мы продолжаем. Жестокое сопротивление. Во время войны... Ну, все, ладно. Я это читать не буду. Это мы читали очень часто. Поэтому давайте здесь... Их претензии справедливы. Поддержите их. Да. Будем жестко тут сопротивляться им. Конечно. Их претензии справедливы. Мы будем поддерживать их. Предоставление жилья бездомным. Ну, давайте здесь все-таки построим для них новые лагеря. Вот здесь вот точно надо это сделать. Тут давайте это сделаем. Что делать с полицией Камону? Ну, тут мы избавимся от полицейских социалистическими симпатиями. Давайте это сделаем. Все-таки жестко тут поступим. Венец для моей славы. Сегодня в соборе Нотр-Дам в Париже Жозеф Дарнан храновал себя как императора, приняв царственное имя Жозефа I из дома Дарнанов. Жозеф признес после этого короткую речь перед толпой жаждущих. Он заявил о своем намерении восстановить величие Франции, достичь, естественно, границ французского государства и превзойти моего святого предшественника Наполеона I. Это вызвало неоднозначную реакцию французского народа. Вскоре по церемонии остатки демократов и синдикалистов подняли бунт, который был разогнан солдатами с помощью выстрелов. Панархисты, конечно, праздновали вместе с прежними сторонниками Дарнана, хотя и с меньшим энтузиазмом. Однако для большинства французов это было долгожданное зрелище. Любовь к Франции и стремление к стабильности, похоже, подавили любовь к демократии во Франции. Мало кто ожидает возвращения к прежней жизни в ближайшее время. Призовет событие «Новая империя». Новая империя, 20 декабря 1941 года. Сегодня Жозеф Дарнан, гроссмейстер Франции, добавляет новый титул к своему постоянно растущему списку почетных званий «Император Франции». В фронте, в ходе гардиозной церемонии, напоминающей коронацию Наполеона I, Дарнан был коронован как император Жозеф I. На коронации присутствовали все видные люди Франции, и всем не терпелось понаблюдать за началом новой эры в истории. В отличие от этого вероломного дегенерата Наполеона, Дарнан был коронован лично папой римским Пиим XII. В то время как римский претендент может утверждать, что он никто иной, как узурпатор и еретик, Дарнан знает, что Бог благоволит ему и всей Франции. Теперь, когда он возложил корону на свою голову, Божья милость перешла от Пиа к нему. Имея за спиной Бога всю единую преданную Францию, ничто не находится вне его досягаемости. В общем, вот, Жозеф I станет императором у нас. Государство-бегенерство Франции отныне будет называться Третья Французская империя. Получит Жозеф Дарнан, император французов. Организация дивизии плюс 10, скорость восстановления дивизии плюс 10, стабильность плюс 5. Мощно, мощно. И флаг вот такой, вот, Жозеф I, вот такой вот у него портрет. А портрет Дарнана, какой он может быть? О, Жозеф I такой прикольный есть. Портрет, какой еще интересный есть. Ну и давайте пока возьмем расселить вернувшихся. Прикольно, конечно, выглядит. Опять фабрик не хватает, зараза, так. Ну вот это прикольно выглядит, но все-таки шляпы как-то будет покруче. Шляпы будут реально покруче. Поэтому давайте его заменим на шляпу. Жозеф Дарнан коронует себя императором. Совершенно неожиданным образом, гроссмейстер Жозеф Дарнан, после успешного звания Метрополии, решил короноваться императором под именем Жозеф I. Состоялась большая церемония, подражающая церемонии Наполеона I, в ходе которой Дарнан был коронован как император Марселем Лефевром, претендентом на титул папы под именем Пье XII. Международная реакция была очень неоднозначна. Большинство стран предпочли не комментировать эту нетипичную коронацию человека, которая не происходит ни с какой королевской семьи. Корона для моей славы. Да, интересненько получается. Очень интересненько. Ну интересно. Так. В общем, давай все-таки портреты поменяем. Вот так вот будет покруче он выкатит. Мне так нравится больше. Так, работа с возвращенцами. Так. Полностью восстановить законное имущество изгнанников, либо восстановить его при условии, что они откажутся от своих грандских войней, и создание местной комитеты. Ммм. Ладно, давайте полностью восстановим законное имущество изгнанников. Франция опостушена. Гражданская война, неудачная экономическая политика синдикалистов и повторное завоевание обратили страну в развалину. Синдикаты продолжают творить беспорядок. Компании, вернувшись из изгнания, засоряют правовую систему буквально тысячами исков о мелиорации. Экономика разрушена, земля лежит без использования. Многие предложения по исправлению ситуации предполагают возвращение к довоенному состоянию жизни в течение двух лет или менее. Мы знаем, что это откровенно маловероятно, чтобы действительно восстановить Францию. Требуется года, а может быть и десятилетий упор на работу. Вы ясно дали понять народу, что не стоит ожидать, что процветание вернется завтра. Однако даже путь 10 тысяч миль начинается с одного шага. И мы сделаем этот шаг. Это данная идея начала долгого путешествия. Так, беспорядки против восстановления имущества. Очевидно, что наше решение, безусловно, восстановление собственности, принадлежавшую изгнанникам до революции, глубоко возмутило многих французов, оставшихся в митрополии, которых теперь конфискуют имущество, которым они владели более 10 лет, а некоторых даже выгоняют из их домов. Слишком много людей считают, что они имеют полное право на это собственность, и что наша политика не более чем мелкая месть. Пока эти протесты не вышли из-под контроля, должны решить, как нам реагировать. Ну давайте раздавить этот синдикалистский сброд. Отличную реконструкцию митрополии произвели, теперь все наши французские земли. Ну и давайте восстановим, восстановим долину Луары. Почему бы и нет. Ну, в общем-то, Германия победила Россию, к сожалению. Но мы не могли этим воспользоваться, потому что мы восстанавливаем страну, и еще мы не готовы. В общем, Дальневосточная Республика забрала вот такие земли. В общем, они по Уралу поделили. Дальневосточная народная революционная армия тут. Но это хорошо, потому что народная революционная армия Дальнего Востока пойдет на Германию, и тогда мы воспользуемся. И Германия 100% увязнет в войне с Тухачевским. Это нам будет на... Хотя дивизий у него маловато. Но, может быть, еще сделают на новых территориях. В общем, Германская импера вот так пока выглядит. Социолиберализм? В смысле? Это как? Я же выбирал, чтобы... победила в Тритарном Демократии. Ну ладно. Забавно. Ну хорошо, мы все равно будем бороться с Германией в любом случае. Нам даже так интереснее будет, что там социолиберализм. В общем, Беларуто я не вот такие земли забрала. В Финляндии по северу себе все забрала. Ну и Балтийское герцогство вот так вот немножко. Вот Ивангород себе забрала. Вот. Ну о чем сейчас Россия, наверное, выделит Германская империя. Уничтожить гнилых паразитов. Мы должны очистить Францию. В нынешнем состоянии наша нация заражена паразитами. Синдикалисты, демократы и иностранцы. Вот лишь небольшая часть. Если Франция хочет стать по-настоящему чистой и выйти из своего затяжного недуга, мы должны нанести сильный удар по этим дегенеративным вредителям. Каждый, кто стоит на пути истинной процветающей Франции, которую мы хотим построить, должен быть стерцатся о земле. Некоторые называют это чисткой. Мы уже называем это тем, чем это действительно является. Уборкой в собственном доме. Возвращая идея начала долгого путешествия, идея на полпути долгого путешествия. Социалистическое сопротивление значительно ослабнет. Поэтому давайте брать это. Императорская гадюка. С тех пор, как Дарнан короновался императором, он претерпел поразительные изменения. Хотя он по-прежнему осуждает сионистов, масонов, эмигрантов, синдикалистов и прочих неприятных личностей. Всех мастерей его словарный запас изменился. Там, где когда-то он произносил пламенный, страстная речь, полный язвительности и лингвистического яда, сперва речь более размеренная, официальная, даже царственная. Он даже отказался от своей некой культовой формы чертно-рубашечника в пользу более яркого наряда, который, по его мнению, больше подходит императору. Для обывателя это кажущееся внешнее смягчение его образа кажется озадачивающим, поскольку большую часть его первоначальной привлекательности составляли его образ популистского фанатика, готового сказать то, о чем все думают. Однако для более сведущих наблюдателей Дарнан стал еще более опасным. Его новый царственный, даже банальный тон, стал намного более ощутимым для умеренных консерваторов, которые по-прежнему неохотно вступали в Легион, пока он выкрикивал его радикальную риторику с Криш. Однако, когда их лидер вместо этого задает вводящие вопросы, которые снова кажутся почти скучными в своей банальности, они приходят к выводам, которые Легион хочет, чтобы они сделали. Один из самых эффективных приемов Дарнана начинает своей речи с вопроса, кто был опорой синдикалистского террора. И толпа под руководством Легионеров выкрикивала, что это были эмигранты. Это, по-видимому, сработало, поскольку Легион начал испытывать рост, подобного которому он не видел с тех пор, как Дарнан впервые пришел к власти. Змея в модном одеянии. Центрский ресурс плюс 2000, командный ресурс плюс 30, и политическая власть имеется на плюс 125. Неплохо, спасибо за болитку. Мне она действительно очень нужна. Так. Можно ее, в принципе, в монарх поставить. Что тут еще можно? Да, унитарное государство поставим еще. Восстановить былые добродетели и мораль. Синдикалисты, как обычно, ввели социальную политику с точностью до наоборот. При них женщины были освобождены от своего естественного положения домохозяек. Они стали работать и даже служить в армии. Это привело к разрушению традиционной мужественности, феминизации армии и оставило нацию в целом слишком слабой для ведения войны. Мы решим эту проблему. Женщины покинут рабочие места и вернутся к своей богом данной роде домохозяек. Тем временем мужчины вернутся в самоестественном положении главы семьи, кормильца и воина нации. Надежда будет учить, что это единственный правильный способ правления нации, чтобы быть уверенными, что синдикалистская отсталость никогда больше не повторится. Будет довольная идея и моральный кодекс для моральных людей. Окей. В принципе, неплохие бонусы нам тут дадут. Суд над офицерским корпусом коммунаров. Ну, конечно, мы выберем судить всех за измену. Суд над профсоюзными администраторами. Военные трибуналы ждут этих подонков. Суд над социалистическими политиками. Посмотрим, что тут лучше взять. Публичное повешение — это меньшее, чего они заслуживают. Связать труд цепями. Это слабовольные, колеблющиеся, бескребетные неандертальцы, иначе называемые демократами, предоставили рабочим слишком много. Рабочие — это дети, и с ними нужно обращаться, как с детьми. Вы дали им гораздо больше, чем они когда-либо могли заслужить. И взгляните, чем они нам оплатили? Вернув Францию в почти десятилетнюю тиранию синдикалистов и экономические потрясения. Мы не позволим этому случиться снова. Профсоюзы будут запрещены, а любая попытка их создания будет осматриваться как высшая форма государственной измены. Оставшиеся синдикалисты будут посажены в самолет, переправлены в Альпы, брошены на замерзающие вершины. Умирать. Забастовки — вне закона. Коррективные сделки запрещены. Только через труд рабочий может обрасти свои свободы. А у них много работы. Жёстко по поводу синдикалистов. Значит, два военных завода получим, две фабрики. Социалистическое сопротивление на последнем издыхании. Теперь у нас затухающее социалистическое сопротивление будет. Это великолепно. Ну и давайте фокус прямое управление возьмём. Теперь, когда центральная власть снова находится в митрополии, многие колонисты чувствуют себя ещё более отрезанными от власти, чем раньше. Требует больше независимости, в то время как предмещенные центральные администрации уменьшили наше способность подавлять движение за независимость. Единственное, спредственной борьбы с этим является санкционировано новых репрессий против коренных организаций националистической группы, а также отправка большого количества войск для усиления колониальных гарнизонов. Да, странно, что мы строим как бы империю, и нам придётся всё равно взять этот фокус. Но будем империю-то строить мы в Европе, в европейской части. А тут можно, в принципе, и создать какую-нибудь колониальную администрацию. Отлично, социалистическое сопротивление подавлено. Блестяще. Всё, у нас теперь на пути долгого возвращения только дебаф осталось. Из дебафов только это. Да, это единственный дебаф, который остался у нас. Ну и немножко законы тут изменил. Политизированную судебную систему создал. Также национализм ввёл. Государственную прессу, закрытые границы и расовую иерархию. Вот так вот, почему бы и нет. Ну, в общем, мы создали Франц-Африку. Вот такая вот она у нас. Жалко, что всегда один и тот же человек. Патроналист, а не националист какой-нибудь. Было бы круче. Ну ладно, Франц-Африка. Ну и мы оставили только Аран, Алжир и Константин. Вот это мы оставили себе под контролем, потому что это наши национальные земли. Поэтому вот так вот получилось. Интересненько, интересненько. Теперь давайте возьмём, чего у нас. Какие тут бонусы получше сейчас взять. Верность благочестивого юноши. Современная молодёжь слишком увлечена технологиями и бездельем. В то время как мы уходили в лес, учились с ценным жизненным навыком. Эти дети сидят на заднице и смотрят телевизор и слушают радио. Чтобы исправить ситуацию, мы создадим национальную организацию скаутизма. L'Organisation National Descoutism или LNS. И сделаем вступление в неё обязательным для всех молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет. В этой организации мальчики будут учиться быть защитником природы, любить землю, которую они будут отстаивать. Когда вырастите, время её женщины будут учиться готовить, убирать и воспитывать детей в Франции. Будет обрана идея Легион Завтрашнего Дня. Очень такие вкусные бонусы мы получим. Очень даже неплохие. Легионеры у руля. У политиков выдался свой день во главе Франции. Из-за их неуглюжести мы без конца скакали от кризиса к кризису, от революции к революции. Пока, наконец, их ошибки не вонзили в сердце Франции кинжал красной тирании. Мы не повторим этих ошибок. Вот почему Дарнам принял поистине радикальное решение. Не кружать себя старыми карьеристами-политиками старой Франции, которые не работали ни дня в своей жизни. Вместо этого он будет слушать и полагаться на своих сторонников и политических союзников. Людей, которые знают, что чувствует среднестатистический француз. Чтобы Дарнам мог действовать в их интересах. Раньше набирал змеи популярность минус 6%. В Константине, в Генегау, Луаре мы получим две ячейки для строительства. Но стабильность немножко упадет на нас, это не особо интересует. Ну и наконец-то мы полностью либералов уберем их популярность из повестки дня. Вообще не будет существовать. Легионеры у руля. В рядах легионов есть те, кто во многом похож на Дарнана. Эти люди полны энергии, силы и обладают великим и уникальным видением Франции. Дарнан не хочет, чтобы таланты этих людей пропали даром. С этой целью он сформировал легионерский совет. Группу самых талантливых и политически надежных легионеров со всей страны. Их работа должна быть двоякой. Во-первых, они будут действовать как своего рода консультативный орган для Дарнана. Если ему когда-нибудь это потребуется. Несмотря на весь свой открытый талант, Дарнан прекрасно осознает, что есть области, в которых он не всемогущ. Во-вторых, совет будет означать и отстранять легионеров от руководящих должностей. Это, во-первых, высвободит много времени Дарнана, которое в основном было потрачено на то, чтобы регулярно смывать грязь из политических трупов с тех пор, как он пришел к власти. Когда совет возьмет на себя эти обязанности, он сможет перейти к более масштабным и лучшим делам. Это также даст обычным легионерам то, к чему они будут стремиться. Если кто-либо из любого города Франции проявит достаточно энтузиазм и талант, совет может продвинуть его по карьерной лестнице. Это сохранит дух соперничества в легионе и не даст ему стать самодовольным. В легионе сила. Опа, получили популярность нашей партии 82%. Раскачать ветеранов. Солдат времен реконкиста, гражданской войны и даже первого Вельдкрига объединяет одна общая черта – горячий патриотизм. Они, как и мы, хотят, чтобы Франция в нас стала великой, однако многие из них все еще не согласны с нами. Чтобы привлечь этих истинных патриотов на свою сторону, мы начнем информационно-просветительскую программу. Эти люди уже начали собираться в залах легионеров во всей Франции. Посылая на эти собрания представителей правительства или сочувствующих ветеранов, мы сможем постепенно склонить их на нашу сторону. Скиресурсы плюс почти 6 тысяч. Получим опт-армию плюс 75, опыт флота плюс 50 и командный ресурс плюс 50. Тоже неплохо. Теперь надо решить судьбу солдат коммунным. Так, надо подумать, что мы тут будем брать. Ну, наверное, ладно, будем относиться ко всем им, как к вражеским пленникам все равно. Вот, сколько там по времени у нас записи-то идет. 4 минуты, ну еще до 30 доиграем. Успокаивая ветеранов, в то время как легион пользуется широкой властью, есть один электорат, который неохотно поддерживает нас. Это ветераны. Это неловкое положение дел, поскольку легион утверждает, что говорит от имени всех патриотически настроенных французов. А кто более патриотичен, чем солдат? У солдат есть множество жалоб не все из них в наших силах исправить. Однако, из их самых больших жалоб реформа службы здравоохранения ветеранов и увеличение военных пенсий, которые оставались на митерном уровне с момента бегства в изгнание. Дарнан, выслушав и посочувствовав их бедственном положении, согласился повысить пенсии. Так и начать, как повысить пенсии, так и начать масштабную реформу, чтобы позволить солдатам иметь легкий доступ к абсолютно лучшему медицинскому обслуживанию во Франции. Не только сам Дарнан, но и другие политические офицеры и политически надежные ветераны были направлены на любое собрание отставных солдат любого рода. Благодаря этим раздаточным материалам прямой пропаганды Дарнан уверен, что придет совсем немного времени, прежде чем эти истинные патриоты поймут, насколько мы хороши для Франции, за которую они так упорно боролись. Чтобы почтить легион, надо почтить ветеранов. Прекрасно, окей. Ну и прокачаем сейчас горняков уже до конца. Так, что тут лучше взять? Ну давай, ладно, вот это общий конструктор, инструкторы, инструкторы, общий инструктор. Возьмем, так. Что-то тут же прокачать сейчас. Ну ладно, давай вот это конвоирование возьмем, допустим. Сейчас. Вот так вот все сделаем. И возьмем фокус участвования героям. Обязательная трудовая повинность. У нас в тюрьмах к ней множество бывших синдикалистов, и они приносят убытки государству. Эти люди живут за счет налогоплательщиков, тех самых налогоплательщиков, которых они десятилетиями притесняли. Как не замедлил. Заметит Дарнан, при этом не вносит никакого вклада в развитие страны. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, ускорить восстановление, была создана служба обязательного труда, СТО. В ней бывшие синдикалисты, находящиеся в тюрьме, будут вынуждены заниматься тяжелой изнурительной работой, которую никогда не должен выполнять настоящий гордый француз. Взамен, если они проживут достаточно долго, им даже могут дать несколько лет отсрочки от наказания. Возможно. Будет дополнительная идея, обязательно трудовая повинность. Вот так вот. Сколько там по времени у нас запись? Еще есть время. Ух ты! Елизавета Первая управляет Канадой теперь. Ни хрена себе. Вот это интересно. Вот это реально интересно. Первый раз такое вижу. Здорово. Королева теперь там. Возвеличить верных патриотов. Когда наши храбрые солдаты вновь высадились в митрополии, чтобы противостоять синдикалистской угрозе, им помогли истинные сыны Франции. Эти люди, оставшиеся во время изгнания, восстали в поддержку нашего вторжения. Их партизанская война и тактика сели хаос в тулу врага. И без их неоценимой помощи пали бы бесчисленные тысячи наших храбрых солдат. Мы будем чтить их, как истинных патриотов. Каждый из них получит любовь нации, за спасение которой они так боролись, а также новую медаль, созданную специально для них. Медаль за освобождение Франции. Прекрасно, это хорошо, это очень правильно. Вот, путь к Великой Франции. Мы только что вышли из длительного этапа восстановления нашей прекрасной страны после нашей победы над мерзкими коммунарами, последующих за этим освобождением. Мы уже видим, как наши французские соотечественники живут без тирании, а те, кто был создан в Алжир, счастливы обрасти свою землю и ее богатые поля и красивые города. Однако возникает вопрос, что наша страна, хотя и восстановлена, не так могущественно во всем мире, как раньше. И хотя мы, бесспорно, великая держава, у нас больше нет прежней власти над мировыми делами. Большинство наших соотечественников говорят, что французской крови уже пролито слишком много, и что было бы лучше остановиться. Однако некоторые члены нашего правительства, наоборот, подталкивают нас, и начали крестовый поход за восстановление величия Франции. Мы восстановим наше место под солнцем, конечно. Король Эдуард совершает турне по нашей стране. А у нас только встает вопрос Бонтанти. Теперь, когда мы начали заявлять о себе на мировой арене, возникает главный вопрос, что насчет нашего союза с британцами. Некоторые говорят, что их интересы противоречат нашим, тем, как другие говорят, что их помощь и пособничество слишком ценны, что было бы бесчестно оставить их сейчас. Третья позиция, согласно с тем, что, хотя интересы Антанты больше не совпадают с нашими, они считают, что простого выхода из альянса недостаточно. Вместо этого они считают, что мы должны сформировать наш собственный альянс, чтобы действовать в качестве противовеса Антанте, в которой доминируют англичане. Все позиции остаются в силе, но поскольку дебаты становятся все более жаркими, решение должно быть принято быстро. Ну, так, конечно же мы создадим свой альянс, имперскую лигу. Почему бы и нет? Ну вот, давайте. Покидали. Теперь мы в имперской лиге. Забавно, что король по нам путешествует. Ну, он, наверное, сейчас уже обидится и скажет. Ну, и пошли в жопу француза. Вот, теперь у нас имперская лига. Прекрасно. Теперь мы не имеем отношения к Антанте. Да, конечно, мы потеряем некоторые вкусные плюшки, которые нам дает Антанта. План о верчении Антанты пропадет. Торговля с Антантой исчезнет, я думаю. Ну, и что там еще? Вот, экономические советники исчезнут, к сожалению. Но, что поделаешь. Ладно, давайте на этом закончим. Неплохо. Все у нас строится. Мы теперь третьей французской империи. Освободились от Антанты. Полностью окончательно. Перскую лигу создали. Короновая Джозефа Первого императором. Ну, и восстановили нашу страну. Избавились от предателей. Провели различные чистки. Суды восстановили нашу страну. Ну, и также вышли на мировую арену. Провозгласили нашу гегемонию. Провозгласили наши имперские амбиции. И в следующей серии мы потихоньку к ним уже будем начинать готовиться. До конца уже пересмотрим нашу экономику. Вот. И, да, полностью прекращаем ветку Дарнана. И потихоньку будем уже готовить наше имперское расширение. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok